Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о нашем недавнем приобретении, которое, мне кажется, поможет не только в быту, но и в сельском хозяйстве. В связи с тем, что клетки мы делали из металла, поддоны, инвентарь, все сделано специально из металла, чтобы можно было помыть их до блеска мойкой высокого давления, о чем и пойдет речь. Мойку высокого давления мы выбирали очень долго. Долго не решались, долго выбирали, облазили кучу сайтов, посмотрели много информации, отзывы читали бесконечные, большое количество. Но до конца мы так и не могли определиться, потому что одним людям нравилось одно, а другим другое, что, в принципе, лучше всего, так мы и не поняли. Но остановились на нескольких мойках. Значит, ну, это Пёрхер непосредственно, но он дорогой. Вот. Цена не очень, как бы, сначала понравилась. Остановились на... Ну, у него качество высокое. Остановились также на Интерсколе, у которого качество, в принципе, приближенное. Мощность практически такая же, цена вроде как меньше. Вот. Дальше советовали люди купить мойку высокого давления с Тёрвинс. Помпа у него тоже из металла. Цена в четыре раза дешевле, то есть, там, показатель мойки где-то примерно на 5-10 бар выше, чем у, допустим, Кёрхера. Но цена в четыре раза дешевле. Вот. Если такой же Кёрхер будет стоить, там, грубо говоря, тысяч 18, то Стервинс стоит 5. Ну, и, в общем, так не определившись, мы поехали в Краснодар, когда ездили за Кормом. Об этом было видео предыдущее. И, проезжая мимо магазина Кёрхера, мы решили зайти, официального дилера. Зайдя туда, нам подробно всё объяснили, что к чему. Всё, конечно, красиво, всё понравилось, качество изделия. Вот. Но всё-таки нас смутила цена. Всё-таки дороговато. Поехали искать дальше. Вот. Заходили вот так попутно в нескольких магазинах, и тут заехали в Леруа Мерлен, где при входе стоял стенд, где были представлены более 20 моек высокого давления. Не просто как бы на витрине, а можно было, они подсоединены, можно было ощутить, как они работают, попробовать включить их, посмотреть, как они распыляют струю, какое давление. Вот. И там-то наши все сомнения и исчезли. Среди разнообразных моек разных производителей стояли и кёрхеры тоже, там их представлено было два вида, К4 и К5. Вот. Стояли и более дорогие мойки, и самая дешёвая стояла там за 2000 МАДН Китай, Китай Инвест, что-то типа того. Вот. Начав проверять как бы работоспособность моек, как исчезли все сомнения. Сомнения исчезли, когда ты включаешь мойку другого производителя, не кёрхер. Звучание двигателя издаётся такое, помпы, что, ну, вообще работа мойки издаётся такая, что такое ощущение, как будто либо она сгорит, либо она просто развалится. Если, ну так, неприятная работа на слух, если судить по давлению, то можно отнести это с давлением садового шланга в огороде, просто, ну, как я не знаю. То есть, если вам надо ополоснуть машину, просто так обрызнуть что-то, какую-то поверхность водой, то можно, конечно, брать мойку там за 2-5 тысяч там. Вот. Вот, к примеру, рядом с кёрхером стояла мойка с кёрхинг как раз, которую там тоже некоторые люди советовали. Был мужчина, который очень рад был этой мойке, и мы даже одно время посомневались, а не купить ли нам её. Он советовал своему другу её купить, и я подошёл, попробовал. Ну, давление, в общем, вообще никакое. И тут же стоит рядом кёрхер, да, он дороже стоит, там мойка стоит 5, а это там почти 20, но давление настолько, что отдача идёт, аж руку твою просто поднимает. И звучание двигателя совсем, ну, разное, приятно просто слушать, как она работает. Видно, что сделана она более профессионально. Материалы все приятно держать в руках. Пистолет, всё очень профессионально выполнено. Качество, ну, просто приятно и на ощупь, и на слух. Вот. И мы пришли к выводу, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвое. Вот. И остановили свой выбор на всё-таки кёрхере К5. Почему К5? Потому что, в принципе, когда мы пробовали даже кёрхер К4, который на порядок дешевле, по давлению, по работе, всё практически одинаковое. Я не заметил разницы, кроме одного. В кёрхерах до серии К5 используются, чтобы не ошибиться, по-моему, пластиковые помпы. Ну, или как-то, в общем, не очень хорошего качества помпы. Уже от серии К5 и выше используются помпы из металла. В данном случае К5 компакт используется помпа алюминия, ну, сплав алюминия с силумином, силуминовая помпа. Выше серии К7 идёт уже латунная помпа. Я думаю, в любом случае металлическая помпа намного лучше, нежели какая-нибудь пластиковая. Это однозначно. Вот. Прослужит явно дольше. Ну, вот, собственно, это мойка. Хочу показать её. Вот. Да, кстати, почему ещё именно мойка компакт? Потому что в магазине мы покупали у официального дилера, как раз там пришла новая партия, была хорошая скидка, точнее, цена понизилась. Вот, кстати, на заметку, кто, если хочет купить, имейте в виду, что вот сейчас понизилась цена, на порядок так понизилась. Вот. И уже новая партия, прям вот, буквально мы подождали часа два-три, походили, и приехала, привезли новую партию, и она уже шла дешевле намного. Плюс, так как мы брали помимо неё ещё там дополнительные вещи, нам сделали ещё и скидку. Почему именно компакт? Потому что, как выяснилось, Кёрфер К-5, который стоял, вместе шёл с дополнительными насадками, они, он стоил дороже, но, как выясняется, насадки, они просто никчёмные. Вот, к примеру, пеногенератор, думаю, многие об этом уже наслышаны, знают, что все пеногенераторы, которые идут в комплекте с мойкой высокого давления, они бесполезны. Они не справляются со своей задачей, они просто распыляют мыльную воду, не наносят пену, как положено. Вот, то есть, в данной комплектации компакт, пеногенератора нету, никаких насадок, к примеру, щётки для мытья машины нету. Опять, это хорошо, потому что за неё берут деньги, но, как сказали сами продавцы, она царапает машину, и смысла от неё нету. Ну вот. Поэтому, как бы, это, мне кажется, оптимальный вариант, именно купить, именно компакт. По характеристикам, что просто К5, что К5 компакт, они абсолютно одинаковые, разница только лишь в насадках. Характеристики у данной модели такие, что 40 квадратных метров в час можно помыть. От 20 до 145 бар давление. Вот. На пистолете давление это регулируется, можно сделать меньше, можно сделать максимальное. 500 литров в час максимум. Тоже немаловажный параметр, так как, зная, что указывают на некоторых мойках высокого давления высокие показатели, но стоят расход литров воды маленький, собственно, если мало воды, то мыть она особо как бы и не будет, мне кажется, нечем ей помыть будет. Вот. А еще такой момент. Мощность данной мойки 2 киловатта 100 ватт. В чем, собственно, в чем, собственно, и заключается проблема в выборе этой мойки, потому что многие говорят, что подсоединить, ну, то есть работать она будет неустойчива, либо вообще работать не будет, если у вас скачет напряжение, если напряжение у вас низкое. Я так прикинул, у нас напряжение скачет, тоже бывает часто, что оно и низкое, но мне кажется все-таки, что 2 киловатта это не настолько запредельная какая-то мощность, чтобы она не работала. Но мы проверим, конечно, вам покажем, как это все будет выглядеть, но мне кажется, это не так страшно. В крайнем случае, если окажется так, что действительно проседает сильно напряжение, мне кажется, у нас подключен бойлер, он около 1,5 киловатта, стиралка 1,5 киловатта и многие такие приборы, если, в принципе, какие-то возникнут проблемы, насос стоит около 2 киловатта в воду качать. Если возникнут с ней какие-то проблемы, мне кажется, в момент мытья, в момент мойки, не использовать просто те приборы с высоким потреблением энергии. Мне кажется, должно все получиться тогда. Но так или иначе, я подробно потом покажу, как мы ее включим, как она моет. Вот. Вот показано, для чего она предназначена. это можно мыть различные поверхности с большим даже загрязнением. В данном случае показана фреза для удаления грязи. Вот. Машину можно мыть в разные поверхности, стены. Внутри коробки мы видим сам керкер перкер К5 компакт. Вот так будет упаковано в коробке. Так вот я его достаю. В принципе, не сильно тяжелый. Не сильно тяжелый. Где-то ориентировочно наверное килограмм 10 по ощущениям. То есть вполне такой можно его перенести маневленный. Вот. Я сейчас буду вместе с вами его рассматривать. Поэтому извините, если буду немного подтормаживать, потому что я его сам вижу первый раз практически так щупаю. Вот. Что здесь такое? Вот у него шлангочка есть. Небольшой фильтр, видимо, от грубой очистки. Этот шланг нужен, как мне объяснили, для того, чтобы поместить шланг в мыльную жидкость. Ну, в смысле, как ее называют. В авто шампунь. как бы, и чтобы там внутри него смешивалась мыльная вода, что ли. Но, как мне объяснили, лучше этим не пользоваться, дабы не угробить аппарат. Поэтому, в принципе, данная функция мне не нужна, я про нее особо рассказывать тогда и не буду. Вот. Это включатель. Включить, выключить. Да, кстати, немаловажно, что приработать он может только лишь вот в таком положении, в лежачем. То есть, как пылесос. Почему так? Потому что так распределяется в помпе залитое масло правильно. То есть, если мы вот так поставим и будем пользоваться, то масло стечет. Ну, в общем, распределение масла будет неправильное, и помпа может навернуться. Что у нас здесь в коробке еще? В коробке у нас пистолет. Да, кстати, это я уже смотрел, поэтому будет вот просто лежать пистолет. сразу видно, что выполнено все качественно. То есть, никаких нареканий, все ровненько, гладенько, все прикручено, приятно его держать. Это не корялое исполнение какой-то там пластмассы в подвале. Это действительно видно, что качество налицо, в общем. Дальше шланг высокого давления. вот написано на нем, что он выдерживает 145 бар давления, либо 14,5 мегапаскали, что и равняется 145 бар. Вот. Подсоединяется очень легко, но нужно смотреть, вот здесь сделаны пазы, просто чтобы попасть в паз. он защелкивается и все, то есть очень легко. Снимается, здесь нажимается кнопка и вытаскивается. Все просто одним щелчком все подключается, очень удобно, приятно сделано. Здесь еще имеется переключатель такой, можно в любую сторону его по часовой, против часовой стрелки включить, как бы, на полоборота точнее повернуть. Это защита от детей, как говорят. Вот. Это фиксирует кнопку, чтобы случайно на нее не нажать, так как давление очень высокое, и чтобы не пораниться, можно зафиксировать курок. Собственно, на этом пистолет мы просмотрели, на этом все. Теперь посмотрим, куда он здесь подключается. Подключается он здесь, то есть мы видим, что здесь делаем быстрый съем, подключается он таким же образом, одним щелчком, очень удобно снимается, так же, как обычный быстрый съем, надеюсь. Вот, вот так он быстро снимается. Я снимал его первый раз, поэтому, вот, оттягиваем очень легко и быстро. Ну, пускай мы подсоединим его. Дальше в комплектации идет фильтр тонкой очистки. вот, то есть здесь уже накручен штуцер под шланг, под быстрый съем, в общем, для шланга. Это в случае, если вы будете пользоваться от магистральной трубы, брать воду. Давление, кстати, в которое не должно превышать 4 бара. Вот. здесь если открутить, то можно достать сеточку эту, промыть. Почему мы ее сразу взяли, она в комплекте не шла, мы дополнительно ее взяли, потому что, на мой взгляд, по-любому в воде будут какие-то частицы мелкие, и чтобы они, ну, чтобы прослужил этот аппарат все-таки не такой уж он и дешевый дольше, то, как бы, пренебрегать такой вещью я бы не стал. Вкручивается он вот сюда, вот так он вкручивается, и все, после того, как вкрутили, в принципе, вставляем сюда шланг и пользуемся мойкой высокого давления. Также в комплекте идет вот такая насадка, здесь как я, ну, давайте ее сначала воткнем в пистолет, вот здесь также мы видим пазы, мы до упора втыкаем и проворачиваем, все, она зафиксировалась, вот так выглядит пистолет, вот, да, это действительно пистолет, потому что высокое давление, так что будьте осторожны, не направляйте на руки, на людей, на соседей, вот, иначе это может печально закончиться. вот здесь выставляется максимальная, вот стрелочка указана, вот она, и выставляем максимальное давление 145 бар, либо меньше, то есть можно уменьшить до, вот, минимума поставить 20 бар давления, крофером К5 всего две насадки, это вот такая и грязевая фреза, которая, в принципе, как говорят, может увеличивать давление почти на 50% за счет концентрации струи в одну точку, также вставляется в пистолет, как и предыдущая насадка, больше на этом сказать тут особо и нечего, потому что она не регулируется никак, вот, вот такая, больше насадок как бы к этому, как бы к этой комплектации не идет, дополнительно мы покупали, я уже сказал, фильтр тонкой очистки, дополнительно также, да, вот он, фильтр тонкой очистки, и дополнительно взяли профессиональный пистолет, профессиональный пеногенератор, так как от тех пеногенераторов, которые идут в комплектах с любыми мойками высокого давления, толку нет, лучше взять сразу, вот такой, пенная насадка, бытовая, для бесконтактной мойки автомобиля написано, вот, исполнение также видно качественное, здесь можно ширину как бы струи регулировать, вот мы видим пластинки то расходятся, то сходятся, это колесико регулировочное, в общем, сказали, желательно не торгать, потому что на заводе выставили как надо, и здесь лучше ничего там не делать, но я так понимаю, это нужно для того, чтобы выставить баланс между водой и пеной, как бы, но его сказали лучше не трогать, уже все выставлено, вот, вот такой пузырек, также надевается он в пистолет, вот, и распыляется пена, после чего вставляется любая из двух насадок и смывается, вот, что еще мы взяли, взяли автошампунь, он, ну, для мытья машины, автошампунь взяли, честно говоря, мы это берем в первый раз, поэтому я на самом деле не знаю, какой из них нужен, какой лучше, какой не лучше, поэтому тут посоветовать ничего не можем и сами еще не знаем даже, ну, с чего то в общем решили попробовать, пока взяли вот такой не знаю как он все там поведет больше собственно практически ничего нету единственное что тут еще лежат книги об использовании гарантии чек где-то там был дополнительные всякие дополнительная информация что еще есть вот тут показано на рисунке применение перферов показано внизу какие виды насадок дополнительно можно что еще приобретать вот с керхером к5 шла еще вот такая насадка но она как заявляют продавцы царапает машину ну на этом я думаю пока все будем ее испытывать дальше покажем что получится спасибо за внимание пока пока